Мы сегодня съездим на аттракционы детские. Аттракционы находятся напротив Микроса и очень удобно. Пошокился днем, например, приехал в обед и пошел на аттракционы уже вечером, когда не так жарко. И они открываются, кстати, в 4 или в 5, сейчас точно узнаем. Идем, заходим, в кассе сейчас купим, там не билеты, а такая карта выдается. Ты на нее можешь положить сколько хочешь денег и, соответственно, за каждый аттракцион расплачиваются. И нужно помнить, что если вы слишком много положите, и то, что вы не израсходовали, вам не вернут. То есть нужно рассчитать, на чем вы покатаетесь. Если вы здесь на неделю приехали, чтобы, когда вы карту, короче, возвращаете, вам деньги, оставшиеся на ней, не вернут. Цены здесь вообще очень прям приятные. От 12 лир и самые, там, видимо, страшные аттракционы 20 лир. То есть очень все демократично. А, что-то есть за 50, 40. А, вип-кабина 30. Короче, самое дорогое это колесо обозрения. Очень популярны аттракционы среди местных жителей. Что, пошли мы, положили, так, для теста 200 лир. Посмотрим, на что нам хватит, сколько нужно будет доложить. Тысяча точно много нам уже сказали. В общем, начинаем наше путешествие. Первый детский аттракцион Наня выбрала Аладдин. Идем мы протестим самые страшные здесь горочку для детей. Смотрите, табалеточки какие. Вау. В общем, что я вам скажу, ребята. Стремачно сюда 6-летнего ребенка приводить. Потому что единственный нормальный аттракцион немалышковский. Со 120 сантиметров. Ну, а наша 118 и ее не пустили. Прям бесит. Они прям здесь так меряют. Ну, короче, прям слишком строго. Тут для ребенка только всякие карусельки, крутилки, американские горки и молот. Ну, такой корабль, типа, знаете, раскачивающийся. Он с 12 лет. Так, ну что, приходится ходить вот по таким кенгурушечкам. Пойдем. Пока. Пока-пока. Сюда я не помещусь. Взрослым нельзя, только детям. Смотри, сиденье маленькое. Мы нашли здесь американские горки для детей, наконец-то. Пойдем, посмотрим, пустят нас или нет. Так, тут вообще для малышей какая-то интересная. Нашли мы здесь картинг детский. Там еще и взрослый есть, а это детский такая трасса. Вау! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Электрический картинг с 12 лет. То есть, это только для взрослых. Самый красивый аттракцион, закрыт, к сожалению, но он, типа, в воду спускается. Может, он как-то по сезонам работает. Все такие, прям, страшные взрослые с 12 лет. Мы так хотели на вот эту гориллу, а она, короче, не работает. Ну, Аня тут решила испробовать параплан. Со всем малышей тоже есть небольшое количество аттракционов. Это тоже прикольный. Надеюсь, нас пустят. Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, для малышей и карусельки. Вон, смотрите, какие прикольные. Вообще, как свободное падение. Вообще, прикольный Аладдин. Тоже только с 12 лет. Вот, конечно, здесь самый страшный. Я прям не знаю, идти или не идти. Вау. Есть для любителей пощекотать нервишки комната страха. В СМИ все-таки лучше не ходить, потому что там прям очень страшно. Ну, для детей вообще будет жутко. Жутковато. Здесь даже вот этот молот с 12 лет. Мы в Лонг-Биче на нем каждый день катались. Там даже, мне кажется, трехлетки катались. Мы дождались. Наступает вечер, и открылся Джек Воробей. Неудача пускает только со 120 сантиметров. Но мы все же попробуем. Неудача сюда тоже не пускает. Мы думали, почему стоит, никто на ней не катается. Ну, короче, детей опять не опутели. Челек тоже такие, ничего за третя. Он высоко так поднимает и крутит. Круто. Батуты есть для детей тоже. Пригольные батуты. Есть детская комната. Здесь даже можно оставить. Вроде бы кто-то смотрит, а может и нет. Но мы не оставляли. Ну, в общем, есть тут полазилки всякие. Этот парк точно стоит посетить. Здесь очень-очень дешевые аттракционы. То есть, вот, например, молот вот этот взрослый, который, да, для детей такой страшный самый. Он стоит всего лишь 25 лир. Ну, это вообще, наверное, самый дешевый парк, в котором мы были. И классные аттракционы. Так что надо посетить. Они не пожалели, что пришли. На колесе обозрения не прокатились. Я не очень люблю. Но тоже, представляете, 40 лир всего. Можно полюбоваться на город. В общем, офигенско. Мы провели время. Кусить здесь тоже внутри есть что. Но мы сегодня сейчас пойдем в торговый центр. В Вайкики зайдем. Там купим что-нибудь. И там перекусить тоже можно. Конечно, поинтереснее. Огоньки зажигаются. Все прям мигает более празднично. И очень круто, что здесь вообще нет очередей. Нет людей. Это огонь. Целоны здесь, кстати, не хуже, чем The Land of Legend. Но при этом здесь вообще нет очередей. Но они, конечно, такие не первой свежести. Но классные. И торнадо классно. И молот классный. И вот эти карусельки. Ну, в общем, мы прям кайфанули. Саня нас все-таки упросила сходить на колесо обозрения. В общем, мы идем. Здесь еще кафешечка такая. Ничего. Ой, здесь, смотрите, деревня смурфиков есть пофоткаться. И попугаи здесь. Так, тут уже люди выходят. Ой, слушайте, как здесь интересно. Как в парке гуляешь. Так, ну что, идем мы на колесо обозрения. Я иду, Гриша. Что-то не захотел. Вперед, туда. Меня отправил. А, меня сюда. Так, проходим. Не знаю. О, давай. Заходи. Вот, заскочили. Ну что? Слушайте, как здесь прохладно. Я переживала, что будет не прохладно. А здесь еще есть столик. Можно перекусить, выпить шампанского. У нас заклинило двери, ребята. Мы, похоже, с открытыми дверями полетим. О, закрылись. Медленно, медленно едем вверх. Знаете, какой мой самый нелюбимый акцион? Это колесо обозрения. Оно столько медленное. Я вообще по жизни ненавижу медленное. То есть, я там люблю спорт, быстрый йога. Это вообще не для меня. Я там на входе видела, что есть VIP-кабинки. Ну, типа, что только вдвоем там, ну, или только на семью. Можно не покупать здесь, как бы, мы вдвоем. Народу здесь не особо много. Единственное, я думаю, надо узнать. Может быть, они там накрывают мостом. Раз, здесь стол есть. Может быть, VIP с обслуживанием с едой, копьем. Мы решили с Аней скрасить нашу долгую езду. Я взяла за вы предусмотрители на сэндвич. Вам тоже? Да, ну, они тоже. В общем, мы предусмотрительно взяли. Вам тоже советую, чтобы не так скучно было ехать и любоваться городом. Вот едой. Любуемся, вид на город, пробочка собралась. В Анталии, кстати, пробочки есть. Зато сверху можно все аттракционы рассмотреть. Все, зажгалось фонари, зажгались. Кстати, я забыла рассказать, что есть детский картинг, а есть прям взрослый, прям там гоняют. Ну, то есть, такой прям для взрослых, для взрослых. Есть еще картинг? Тут уже красиво открывается. Мне кажется, надо приходить на закате, это будет бомба. А сейчас уже вечер, конечно, уже. Так, все видно, все равно красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok